Здание бывшего детского сада по адресу промышленности 317 сносить не собираются. Ситуацию, которая взволновала жителей советского района, обсудили на трехсторонней встрече с участием представителей администрации и собственником здания. Решить наболевший вопрос в кратчайшие сроки и внести ясность в происходящее дала поручение глава Самары Елена Лапушкина. Мы организовали здесь встречу жителей и собственника данного земельного участка вместе с бывшим детским садом, для того, чтобы он смог жителям просто объяснить опасения по поводу строительства многоэтажек, либо строительства других каких-то объектов на данной территории. Данная встреча, конечно, была необходима, просто жители были в неведении. За судьбу здания на промышленности 317 жители начали переживать после того, как вокруг него возвели плотный металлический забор. Люди подумали, что начались работы по демонтажу строения. Однако все это, по словам собственника, не имеет никакого отношения к реальному положению дел. Оградили территорию. Сейчас в данный момент ограживаем осталось совсем немного, поскольку на территории происходили различные ситуации, которые мы не могли бы до конца проконтролировать. То есть и костер бывало разожгли, и алкоголь употребляли, и мусорили, и так далее. Территорию оградили, в настоящий момент систему отопления восстанавливаем, и на этом пока все. То есть никаких планов на застройку нет сейчас на данный момент. К слову, жители близлежащих домов сами когда-то посещали детский сад, который находился здесь ранее. Отсюда и справедливое беспокойство за судьбу строения. Более того, многие отмечают, неплохо было бы вернуть зданию его первоначальное предназначение. Мы все жители до сих пор надеемся, что все-таки с новым собственником будет договор. Новый собственник продаст данный детский сад муниципалитету, и муниципалитет его восстановит и вернет в систему образования. Вот что мы хотим. Заместитель руководителя Департамента образования Самара Алексей Селезнев рассказал, что существует государственная программа, которая предусматривает строительство, реконструкцию и выкуп помещений для организации в них дошкольных учреждений. По условиям программы здание должно соответствовать требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также иметь все необходимые заключения. Повторную встречу решено провести через две недели. За это время Департаменты градостроительства и образования проработают вопрос с точки зрения законодательства и проведут переговоры с собственником. Как отметил глава Советского района Вадим Бородин, связь с инициативной группой жителей будет поддерживаться. Людей проинформируют о дальнейшем развитии ситуации и принятых решениях. Михаил Ермоленко, Максим Гусев, События.